Здравствуйте! Сегодня в моей произвольной программе «Народный артист России», лауреат премии «Звезда театрала» Борис Клюев. Борис Клюев, обладая аристократической внешностью и незабываемым голосом, за свою жизнь сыграл огромное количество импозантных мужчин. По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Его персонажи всегда разные. Умный и проницательный Майкрофт Холмс из цикла фильмов о Шерлоке Холмсе, блестящий Рашфор в легендарных «Трех мушкетерах», великолепный герцог Дегис из «Графини де Монсаро» и «Королевы Марго». Популярность Борису Клюеву пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить», где ему досталась самая отрицательная роль шпиона Трианона. «По-прежнему высоко дрожим вашей оперативной информацией о том, когда и откуда выходят караваны судов. В ближайшие дни мы перешлем вам новые рекомендации и все то, о чем вы просили в прошлом сообщении». Актер исполнил ее так мастерски, с таким злодейским обаянием, что сумел покорить сердца миллионов зрителей. А узнать лучше нашего гостя мне сегодня поможет известный журналист, друг детства Бориса Клюева Виктор Линник. Борис Владимирович, огромную популярность вам принес многосерийный телефильм «ТАСС уполномочен заявить», где вы сыграли роль шпиона Трианона. Как вы попали в этот фильм? «Вы знаете, у меня в этот момент не было никакой работы, и я от этого очень мучился. И вдруг мне позвонили со студии Горького и сказали, что вот есть возможность попробоваться вот на такую роль. Я очень долго сомневался, потому что играть шпиона, предателя – это дело неблагодарное. Всегда вот зрители всегда будут на стороне положительных героев». Я не понимаю, о какой шпионской деятельности вы говорите. Учтите, Дубов, что с момента начала следствия все ваши ответы фиксируются и будут переданы в суд, который решит вашу судьбу. Поэтому рекомендую вам задумываться над каждым вашим словом и поступком. Вам остается добавить, что чистосердечное признание облегчает наказание и будет совсем как в плохом детективе. «Когда произошла первая встреча зрителей, я, честно сказать, не ожидал, что такое может произойти. Такой просто обвал, такой шквал популярности было очень приятно, не хочу скрывать. И я очень благодарен судьбе, что она подарила мне вот эту возможность». «То, что сделал в этом фильме Борис Владимирович, я считаю, что на самом деле прорыв. Это прорыв и для него как профессионала, это прорыв, я думаю, даже для нашего детективного жанра телевидения в то время. Потому что лучшие актеры снимались в ту пору там, и он абсолютно, так сказать, в этом ансамбле был органической и естественной частью». «Борис Владимирович, а как складывались отношения с Вячеславом Тихоновым?» «Ну, знаете, очень интересная деталь. На среднем плане мы с ним очень похожи». «Снимайте наблюдение Слонца, снимайте наблюдение Скорповича. Мы сегодня к задержанию не готовы». «Внимание! Внимание! Прекратить наблюдение Золонца Макарповича.» «И это чуть-чуть меня не сгубило на этой картине, потому что Вячеслав Васильевич был утвержден сразу, а все остальные после. И вот когда он увидел, он сказал, «Зачем брать Клюева? Он похож на меня на среднем плане. Давайте лучше не будем брать». «Но потом мы очень подружились. Он говорит, «Боря, мы теперь с тобой как Штирлиц и Мюллер». «Борис Владимирович, ну как у вас получилось так убедительно вжиться в роль шпиона?» «Ну, очевидно, врожденный талант, помноженный на систему Станиславского». «У вас были консультанты?» «Да, полковник Перетрухин был, Геворков. Это элита была КГБ. Следили за тем, чтобы все было правильно, иногда даже вопреки логике. Но существует понятие закон, и вроде мы обязаны входить в квартиру чужую, а по закону не имеем права. Поэтому иногда приходилось переснимать какие-то вещи, когда говорили, нельзя так делать, это не по закону». Борис Владимирович, вы сыграли брата Шерлока Холмса. О съемках этого фильма ходит много легенд и слухов. Что вы сами можете рассказать? «Фильм замечательный, фильм чудесный. Я очень рад, что вот «Судьба» подарила мне встречу с Игорем Масленниковым, режиссером. Я очень рад, что я познакомился с Василием Ливановым, Брундуков. Было очень, ну, Римма Зеленая, ну, это с ней замечательный эпизод был. У нее огромный чемодан, огромный, ее не видно. Мы выходим на московском вокзале, а у нее сестра живет в Питере. Я подвожу ее к машине, укладываю этот огромный чемодан, и мы куда-то едем на какую-то набережную, к какому-то старому зданию. Звонок. Я этот чемодан ставлю, жду. Очень долго никого нет. Потом раздается голос. «Кто там?» Такой же голос с этой стороны. «Это я». Открывается дверь, и они две начинают щебетать одинаково. Вы знаете, как калибри. Я молча этот чемодан ставлю в дверь, закрываю эту дверь, я уезжал. А теперь подползайте и возьмите палку. Да, сэр, да. Я стараюсь, сэр. Только осторожнее. Старайтесь, чтобы вас не было видно из окна. Так, сэр. Да-да, так. Да. А сейчас миссис Хадсон палкой попробуйте поводить правую руку. Вот так. Вот так. Так. Виктор Алексеевич, как ваш друг относится к Лести? Он разбирается в людях? Когда говоришь об артисте, о Лести очень сложно вообще тут. Потому что какой же актер не любит русской большой Лести вообще? Борис Владимирович, он в принципе человек очень большого здравого смысла. Он очень, по-моему, хорошо знает, когда ему льстят, когда ему говорят искренне, когда ему подыгрывают, когда, так сказать, над ним потрунивают и так далее. То есть, я думаю, что вот его как бы мудрость, присущая ему в хорошем и большом смысле, она его от Лести все-таки уберегает. Хотя все мы, конечно, слабы. Слаб человек, слаб. Борис Владимирович, сразу после распределения вы попали в Малый театр. Как восприняли легендарные старики Малого? Меня вводят в спектакль «Дачники». В то время это был самый яркий спектакль Малого театра, где были заняты все корифеи. И я должен был играть любовника Элины Быстрицкой. Тихий дон, всенародная любовь, красавица. И в первой же сцене я ее должен заваливать на сток сена. Большего ужаса я в своей жизни не испытывал. Я был весь мокрый. Я не знал, как это с ней делать. Товарищи мои коллеги увидели, в каком я положении, и стали все подсказывать. Но Элина Авраамовна, она человек жесткий, она быстро всякие шуточки прекратила, подошла, погладила меня спиной и говорит, успокойся, ты все делаешь хорошо. И когда мы с ней впервые сыграли Дачников, то одна из ее поклонниц сказала, говорит, Элина Авраамовна, вы так смотритесь с Клюевым, он такой высокий, а вы такая худенькая, маленькая, такая изящная. Этого было достаточно, чтобы мы стали партнерами на 35 лет. Вы смотрите произвольную программу. С вами Татьяна Навка и мои гости. Народный артист России Борис Клюев и журналист, друг детства Бориса Клюева, Виктор Ленинник. Борис Владимирович, я где-то слышала, что вашего графа Рашфора из трех мушкетеров должен был сыграть Михаил Боярский. Это правда? Всегда пробуется несколько человек для того, чтобы выбрать лучшего, для того, чтобы это все попадало в команду. Так что не только один Миша был, там было еще много других. Но утвердили меня. Кардинал был влюблен в госпожу Дагильон. Повезло их. Не стесняйтесь, граф. Продолжайте. Откопать шампиньон. Лилон-лила, 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 лилон-лилэр. Лилон-лила, лилон-лила, лилер, лилон-лила. Мне кажется, что вот эта картина, она создалась благодаря тому, что мы были очень молоды, мы были очень беззаботны, мы очень много хулиганили, и была чудесная атмосфера. Это, по-моему, украсило этот фильм, потому что атмосфера – это самое трудное, чего можно добиться в художественном произведении. Борис Владимирович, а как вы почувствовали, что стали популярным артистом? Первый раз после «Трех мушкетеров» я пришел в Петровский пассаж, мне нужно было купить радио. Я был свободен, и поэтому был небрит. И вот пришел и долго выбирал радио. И вдруг смотрю, продавщица странно так смотрит на меня, потом ушла, появилась вторая продавщица, потом еще одна, и они стали на меня вот так вот смотреть. Я так засмущался, я не купил это радио, я подумал, боже мой, это же фильм, я же совсем забыл. Трех мушкетеров, господи, а я небритый, как стыдно, они будут теперь говорить, что Клюев небритый. И дунул из этого магазина. Потом привык. А вообще, что касательно популярности, я вспоминаю всегда фразу Михаила Казакова, между прочим, который однажды, значит, ну видно, после долгого очень застолья, а вернее, нескольких дней застолья, значит, пошел сдавать, это самое, в магазин пустые бутылки. И идет, значит, где-то он же в центре, по-моему, да, да, идет по улице, и навстречу, значит, две женщины идут, и одна из них говорит, слушай, ты смотри, страшный такой, а как на Казакова похож. Вот она популярность. Виктор Алексеевич, а какие преимущества вашему другу давала популярность в советское время? Ну, во-первых, это, я думаю, и в советское, и в нынешнее время, так сказать, одно неизменное совершенно преимущество, это с гаишниками, конечно. А вот можно такую деталь я расскажу? Еду я по Кутузовскому проспекту, ну, конечно, там свободно еду, вдруг гаишник откуда-то выскакивает, останавливаюсь, он идет такой суровый, идет, подходит, и вдруг лицо становится большим, широким, мягким, говорит, товарищ Трианон, ну, что же вы нарушаете скоростной режим? Придется сообщить в американское посольство. Виктор Алексеевич, а какой характер у Бориса Владимировича? Взрывной. Он, на самом деле, человек очень порывистый, так сказать, и у него бывают перепады, такие настроения, так сказать, поэтому, но это больше, как бы, знают его друзья и домашние. Вот Борис Владимирович усвоил, нужно быть по-королевски любезным и по-человечески добрым к остальным. Правильно. Борис Владимирович, вот, как мы выяснили, вы вспыльчивый. А драться вам когда-нибудь приходилось? Танечка, очень много раз. Во-первых, я терпеть не могу хамство. Когда я с этим хамством сталкиваюсь, то до 30 лет мне казалось, что это нужно лечить кулаками. Но потом я как-то так остепенился, перестал этим заниматься. Но если что случится, не дай бог. Я знаю, к кому обращаться. Борис Владимирович, вы снимались за границей? Да. Это было 20 лет назад. И вдруг раздается звонок. И голос с акцентом говорит, это Бориса Владимировича? Я говорю, да. Здравствуйте. С вами говорит Хван. Я говорю, очень приятно. «Мы хотим пригласить вас на съемки китайских фильмов». Я говорю, очень интересно. А сам думаю, какая сволочь меня разыгрывает. Я не могу понять, кто это. Тогда я беру и думаю, и бросил эту трубку. Через какое-то время опять звонок раздается. Я беру. Они говорят, извините, нас прервали. Это Хван. Я говорю, ну, что вы хотите? Ну, так вот как? Я говорю, ну, дайте мне сценарий. Я почитаю. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну, как? Ну, я же должен знать, что, куда вы меня приглашаете, на что? Он говорит, так он же на китайском языке. Когда я вышел в Пекине в аэропорту, я просто испугался. Такого количества людей я не видел никогда. Я ничего не понимаю на китайском. Ничего не понимаю. И когда я увидел Хвана, этого переводчика, который стоял, я к нему бросился как к родному отцу. А он говорит, говорит, вот, познакомьтесь, это резиссер этой картины. Ну, такой китайчик смотрит на меня и лицо у него такое так. Я думаю, ну, не понравился. Бывает. Ну, думаю, ну, хоть день погуляю по Пекину и поеду обратно. А оказывается, он просто не ожидал, что я таких габаритов больших. Я только хотела сказать, вы, наверное, видите. Да. И тут же там, значит, пять актеров они сняли и подобрали других повыше. Виктор Алексеевич, а вы видели этот фильм на китайском языке? Нет, его никто не видел. Слава Богу. А вы сами, Борисович, а вы сами-то видели? Нет. Но, правда, после этого, когда фильм прошел по всему Китаю, меня после этого приглашали... Стали узнавать в Китае. Да, да. Я там стал национальным героем. Более того, я участвовал в международном фестивале Шаолиньского ушу, где, честно сказать, я был абсолютно тронут тем, что, представляете, в два часа ночи самолет прилетел, и там стоит, ну, приблизительно миллиона-полтора людей и вот так вот стоят и смотрят. А я, когда вышел, говорю, а что случилось? Они говорят, ничего, это вас пришли встречать. Вот такая масочка. Вот. Вот она, Слава. Вы смотрите произвольную программу. С вами Татьяна Навка и мои гости. Народный артист России Борис Клюев и известный журналист, друг детства Бориса Клюева Виктор Линник. Борис Владимирович, у вас всегда были толпы поклонниц. Вас обожают женщины. А вы уже в юности понимали, что режиссеры вам будут предлагать роли героев-красавцев? Я... Смотрите, какой красавец на фотографии. Это мне 16 лет. Нет, я в то время был очень неуверен в себе, потому что я рос таким интеллигентным мальчиком, а в то время это не очень приветствовалось. Более того, когда я поступил в театральное училище имени Щепкина, то я сразу столкнулся с тем, что я не могу играть председателей колхозов. Я не могу играть так называемых социальных героев. Но зато эсеры, барин, граф, маркиз, это я сразу готов. Только костюм. Даже пудриться не надо, да. Вот. И в то время было достаточно тяжело, потому что вот пришлось играть много таких отрицательных ролей. А вы хотели играть? Ну, я, как и всякий молодой человек, хотел играть, я хотел кому-то подражать. Я был влюблен в Бориса Николаевича Ливанова, артиста художественного театра. Он стоял и смотрел всегда на художественные театры, а я проходил мимо и говорил, здравствуйте, Борис Николаевич. Я говорю, здравствуйте, молодой человек. Я думал, боже мой, ну так, ну ростом мы с ним почти одинаково, но голос, у него бархатный голос, а я чего-то пищу. А вы довольны были своим внешним видом в юности? В то время не очень. В то время, но мне казалось, что у меня длинный нос, что я какой-то весь худой, поэтому я стал заниматься спортом, потому что мальчишки во дворе меня били беспрерывно, кличка интеллигент была. И вот я потом, у нас там хулиган был такой, я ему там дал прилично, и все поняли, что я изменился, а потом сказали, ой, Борь, какая у тебя фигура красивая. Борис Владимирович, вы бесспорно очень элегантный мужчина. Мы решили узнать у наших зрителей, какие мужские аксессуары предпочитает Борис Клюй. Давайте посмотрим. Любого мужчину украшают галстуки, а Клюй тем более актер. Я думаю, он исключительно носит галстуки и бабочки. Борис Клюй любит шейные платки, они придают мужчинам элегантность. Я где-то слышала, у него есть коллекция браслетов. Не знаю, правда это или нет. Золотую печатку, это солидно. По-моему, назвали все. Так что же? Ну, в общем, назвали правильно. Каждый раз у меня что-то есть. Вот, например, вот этот браслет, это я ношу 25 лет. Это съемки фильмов в Китае. Платок вы видите, это да. Галстуки тоже очень люблю. Это кольцо, это память о моих первых студентах, якутах. Сейчас все они народные артисты, один из них даже министр культуры республика Саха. Виктор Алексеевич, что для Бориса Владимировича стиль? Ну, сказано ведь давно, что стиль это человек. Вот я скажу, что это полностью фраза вот укладывается в то, что собой представляет Борис Владимирович. Это человек, который, во-первых, воспитан, ну, естественно, семьей, мамой прежде всего, воспитан Щепкинским училищем, воспитан четырьмя с лишним десятилетиями работы в Малом театре, ну и, конечно, примерно 150 ролями в кино. Я бы так сказал, что то, что мы сегодня видим, вот Бориса Владимировича, он, конечно, сильно отличается от того подростка, которым я его узнал, который ходил в таких трениках, значит, за 6,50, вот, и в тюбетейке. В тюбетейке, конечно. Огромное вам спасибо, Борис Владимирович и Виктор Алексеевич. Это была произвольная программа. До встречи через неделю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова